Сам сад будет среди деревьев. Андрей показывает место, где после благоустройства появится общественный огород. Посадки разобьют аккурат между плодовых деревьев. Сюда местные жители приходят отдохнуть и прогуляться. Но пока инфраструктуры для этого нет. Жители сделали проект благоустройства, в который включили и гамаки с шезлонгами, и панорамные качели, и дорожки из природного камня. Отправили на конкурс общественных инициатив и выиграли. В основном это новым модным словом назовем челлаут, куда можно прийти, посидеть, помедитировать, покачаться на качели, полюбоваться хорошим видом, как это и в принципе сейчас делают, и благоустроить, потому что неблагоустроенная территория, она превращается всегда в хлам, мусор и многое другое. Свой проект жители назвали «Высокий берег», как мини-версия соседнего красивого берега. Единственное, что мозолит глаза местным, это вышки сотовой связи. Одна потрескивает над головами отдыхающих около года, вторую поставили недавно. Сегодня жители попросили главу города их перенести. Владислав Логинов обещал подумать. Благоустройство дождались и жители Ветлужанки. Пустырь у храма на Елены Стасовой этим летом превратится в сквер. Местные жители ждали этого больше 30 лет. И в прошлом году активно голосовали за него в конкурсе нацпроекта «Жилье и городская среда». 35 лет я здесь живу. Многие гуляют, очень роду сейчас много. И Вильского тоже тут все туда-сюда ходят, гуляют. Но, конечно, все не так красиво, ни ур, ничего нет. Большинство все-таки жителей проголосовали за сквер. Тем более наш микрорайон расстраивается. И будет где погулять и ребятишкам, ну и взрослым, и тем же бабушкам, дедушкам. На месте будущего сквера находятся отголоски прошлого. Более сотни подвалов некогда вырыли жители ближайших домов. Часть погребов уже засыпали. И с приходом благоустроительного сезона эта работа продолжится. Территория большая. На ней сделают зоны тихого отдыха с мостом через сухой ручей, дорожки через весь сквер для транзитных пешеходов и поставят две детские площадки. Для детей Октябрьского района строится и детский сад на Калинино. В Свае уже забили рядом с самой большой школой за Уралом. Сам садик будет типовым на 300 человек. Его начали строить в прошлом году даже раньше срока. Но при строительстве возникли сложности. С проверкой на стройплощадку приехал глава города. Там были проблемы по закупке материалов. И некоторые моменты связаны с комплектованием самого объекта. Не было места, где изготавливали плиты. Но сегодня они нашли производственную площадку. Сегодня плиты перекрытия у них готовы. Ну и за счет низких температур, которые у нас были в январе-феврале месяце, определенные виды работы они не могли производить. Но в мае месяце они сказали, что нивелируют отставание по графику. И график они включаются полностью. Объект должны сдать к сентябрю. На него уйдет 325 миллионов рублей. Затем властям предстоит проработать подъезды и дороги. И еще в планах построить рядом с садиком и школой центр, где детей будут обучать правилам дорожного движения. Стефания Микишева, Андрей Ткачук. Новости Прима.